Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 1-8 финала чемпионата Европы 2020 Уэльс-Дания. Сборная Уэльса вышла в 1-8 финала Евро со второго места в группе А, отыгравшись в первом матче в игре со Швейцарией, который закончился 1-1, вчистую обыграв 2-0 Турцию плюс Бейлди забил пенальти и минимально уступив Италии 0-1. Дания была второй в группе Б, проиграв первые два матча сборной Финляндии 0-1 и Бельгии 1-2. Датчане в решающем матче обыграли 4-1 Россию и благодаря лучшей разнице взяли второе место. Соперники играли в одной группе Лиги Наций в 2018 году, оба матча выиграла Дания 2-0 дома и 2-1 на выезде. Сборная Дания идет фаворитом на этот матч, но тут далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дания без Эриксона смотрится не так цельно и полноценной замены игроку нет. В то же время Уэль сейчас находится на пике своей формы или близко того, играет очень уверенно, надежно в обороне, а также поймал кураж. По большому счету Дания наиграла на свою победу в матче с Россией. Как и предполагалось, количество таки перешло в качество. Датчане в каждом из трех сыгранных в группе матчей наносили поворотам соперников порядка 20 ударов. Рано или поздно такое количество должно было дать результат и в матче с Россией это произошло. Первый гол Дамсгора получился очень красивым из разряда одно попадание на 10 ударов. Второй гол россияне сами подарили сопернику, но и в концовке датчане на кураже дожали команду Черчесовой и там тоже можно говорить о точных ударах со средней дистанции. Однозначно Уэльс не позволит так много бить по своим воротам. Нет, Дания бить конечно же будет. Но это скорее всего будут удары по типу игры с Финляндией, когда удары наносились из-за пределов штрафной площадки и не представляли серьезной угрозы для ворот. В качестве козырной карты у Уэльса их фланговые навесы хорошая игра на втором этаже, поэтому здесь будет очень все непросто для датчан. Команда выстрелилась с Россией и теперь снова можно ожидать низкий КПД реализации моментов, которых будет не больше чем 2-3. Поэтому тут с учетом коэффициентов можно ставить на непроигрыш Уэльса в основное время. Если Уэльсу удастся первому забить, пиши пропало. У Дании будет немного шансов отыграться. Поэтому игра обещает быть необычайно упорной, с небольшим количеством голевых моментов и 0-0 на такую игру было бы самое то. Из связки ставок тотал меньше обезобьють нет 1х, самый высокий коэффициент стоит на 1х 2.04, на обезобьють нет 1.71, на тотал меньше 1.52. Конечно же самая ожидаемая ставка здесь идет тотал меньше, но она имеет низкий коэффициент. Вариант с обезобьють нет тут под большим вопросом, коэффициент 1.71 немного не соответствует рискам. Вариант с 1х вполне реальный, на такую игру имеет высокий коэффициент. С учетом сложившейся ситуации, текущей формы команд его можно брать за основу. Если говорить о попанской ставке, то здесь очень сложно представить, чтобы в этом матче было забито более трех мячей. Поэтому тотал меньше 3.5 за 1.15 должен зайти при любом раскладе. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь можно рискнуть поставить на тотал меньше 1.5 за 2.68. В норме здесь судьбу матча должен решить один единственный гол, если таковый вообще будет. Уэльс в кое-то веков вышел в плей-офф чемпионата Европы и команда будет стараться на все 200%, чтобы использовать такой шанс. Тем более, датчане вполне проходимый соперник, поэтому Уэльс может стать главной сенсацией этого турнира. И запросто команду Пейджа мы можем увидеть аж в полуфинале. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.